Погода в Орске этой зимой вещь непредсказуемая. Город нередко утопает в лужах, которые потом замерзают, и что еще хуже, предательски скрываются за снегом. Такое положение дел часто преподносит жителям неприятные сюрпризы, например, визит в травпункт. Так вот, чтобы ваши праздники не были омрачены такими хлопотами, представители районных прокуратур Орска вышли на улицы и проверили, как идет процесс уборки снега во дворах. Редакция Орс.ру тоже приняла участие в рейде, проехав по трем адресам. Спойлер, не везде оказалось так, как того требует закон. Итак, улица Щерса, дом 4, УК Альтернатива. Во дворе кипит жизнь, дети играют в хоккей, прохожие спешат по своим делам. А самое главное в любой заснеженный день работает трактор, который расчищает проезжую часть. Это спецтехника УК Альтернатива. Директор организации рассказал, что всего в их автопарке три трактора и один погрузчик, который исправно выходит на работу. Первый, когда снегопад, как бы в выходных нету, нельзя себе позволить отдыхать. Поэтому, когда снегопад, и работники все заранее знают, что все выходят в снегопад. И хоть в выходной, хоть в праздник, все выходим, работаем. Тем не менее, прокурор Ленинского района Орска Иван Ткаченко обратил внимание на ступеньки подъезда и просил более тщательно за ним следить. Я знаю, что техника в количестве четырех единиц у вас сейчас работает по придомовым территориям, проводит. Да. 12 дворников у вас работает. Но обратите внимание на своевременность уборки крылец, вот снега, наледи, обработкой песко-соляной смесью, чтобы нормативы уборки соблюдались. Улица Станиславского, дом 6. Управляющая компания «Карьера». По этому адресу мы не застали ни уборочной техники, ни дворников. Зато заметили сугробы и заснеженные входы в подъезды. Ну, здесь, по данному адресу, мы видим, что, ну, по всей вероятности, дворник, как минимум, с вчерашнего дня не появлялся. Между прочим, такое мероприятие не просто прогулка, а эффективная мера по его явлению и искоренению нарушений. Так что будьте уверены, для руководителя и управляющих компаний они не проходят бесследно. Но об этом чуть позже. Улица Тагильская, дом 13. ТСЖ Тагильская, 13. Закон един для всех, как для обслуживающих организаций, так и для товариществ, сообственников жилья. Только вот обычно у последних намного меньше ресурсов. Конечной остановкой нашего маршрута стал как раз такой двор. В нем всего один дворник – 77-летний Геннадий Шуракин. Его любят многие жители двора не только за красивые голубые глаза. Он часами убирает снег. На момент съемки Геннадий работал 5 часов. И даже соорудил специальный прибор. Вот видите, кое-какие приспособления сделал, чтобы быстрее было. Какие, например? Ну вот, типа на бульдозер, похоже, волокоша. Вот, пожалуйста. Сразу, видите, какая дорожка широкая. И это лишь три двора Лиинского района. Для прокурора список адресов оказался куда длиннее. Между тем, в других районах города проводились такие же проверки. И вот какие результаты огласил заместитель прокурора Октябрьского района. В деятельности отдельных управляющих компаний выявлено нарушение, в связи с чем внесено 7 представлений об устранении нарушений федерального законодательства. В целом необходимо отметить, что управляющими компаниями работа выполняется в целом добросовестно. Выявляются отдельные нарушения, которые требуют оперативного устранения. В любом случае, зима с нами надолго. Поэтому за систематичное невыполнение обязанностей обслуживающие организации могут получить штраф. Дарья Шишова, Илья Борисов. Служба информации ТРК Евразия.